Доброе утро всем рыбакам и не только рыбакам. У нас в гостях президент Федерации рыболовного спорта Красноярского края Игорь Гультяев. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. И у нас сегодня тема про виды прикормок для рыбалки. Вообще, зачем прикорм нужен? Вроде бы насадил опарыш или червяка и рыбать себе спокойно. Ну, прикорм, наверное, нужен в первую очередь для того, чтобы активизировать клев. То есть, если вы придете и будете забраться червяка, опарыш, мотылька, неважно, кукуруза, перловка, у вас будет проходящая рыба. Либо, если вы попали в какую-то конкретную точку, где там рыбы много, она у вас будет клевать. Но, чтобы собрать рыбу со всей округи, так скажем, в вашей ловле, вам нужна прикормка. Вам нужны, возможно, ароматизаторы. Ну, хотите больше поймать, нужно кормить. Вот у нас в пакетах есть вот такие прикормки. Как они вообще работают? Как это выглядит? Что должен человек сделать? Ну, во-первых, человек должен понимать, на какой водоем он едет и какую рыбу он собирается ловить. То есть, это будет там карась, это будет плотва, это будет карп, лещ. То есть, соответственно, прикормки будут разные. Прикормки, они как бы делятся еще по цвету. Если дно светлое, то лучше, наверное, использовать светлую прикормку. Если дно темное, это темную прикормку. Потом, от температуры воды. Если в таране и лето вода холодная, то есть рыба такая, наверное, осторожная, то прикормку лучше делать в цвет дна, чтобы была ароматика, чтобы они чувствовали, что там что-то вкусное есть, но их никакое пятно там не пугало. Когда вода теплая, возможно, наоборот, сработает контраст. То есть, температура воды там прогрелась июль месяц. То есть, темное дно, мы берем светлую прикормку. Рыба в активном поиске пищи, она идет на какие-то вот такие вот яркие пятна, что не просто грунт на дне, я хочу есть. Она пошла, вот она, куча какая-то лежит, она ее ест. Так, я буду мастер, конечно, глупых вопросов, потому что тема эта не совсем моя. Для меня это непонятный космос. Мы сказали о том, что в зависимости от рыбы тоже будет разная прикормка. Она по вкусу для рыбы будет отличаться? Там, лещ любит соли, карпка сладкая. Ну, это тоже, да. Кто-то сладкое любит, кто-то соленое любит. Кстати, там тут же карась любит и сладкое, и соленое, и соль, и сахар присутствует, да. А она будет еще по фракции. То есть, если мы идем на крупного леща, на крупного карася, карпа, ему нужно там, чтобы было что покушать. Она рыба донная, то есть мы ложим на дно крупную фракцию, он пока там пережевывает, заодно ест вашу насадку, и, соответственно, у вас есть возможность поймать. Есть рыба, которая не кормится в основном не со дна, а пилологическая. То есть это плотва та же, к примеру, там, уклейка. Ей нужна очень мелкая фракция для того, чтобы прикормка была такая активная. Она же еще по активности делится, чтобы вы кинули, на дно упала, и она начинает там гизерить, пузырить, то есть собирать ее. И она не должна этой прикормкой наедаться. То есть она ее ест, но как бы не наедается. Соответственно, она предпочитает живой компонент, там, опарыш, мотыль. Соответственно, мы много не должны бросать или нет? Или это уже... В зависимости от того, какая конкуренция рыболовов у вас вокруг. Если у вас рыбаков вокруг нет, то, соответственно, вам особо кормить там ее не надо. Кормить только для того, чтобы вам удерживать ее на точке. Если у вас большой прессин, там, через каждые 5 метров сидит, и у каждого по 10 удилищ, соответственно, вам нужно сделать нормальный закорм, чтобы рыба пришла к вам. От них к вам. Да, рыбу надо забрать. А есть такое, что вот рядом сидели несколько рыбаков, у них есть свой, у каждого разный прикорм, и вот рыба пришла к конкретному. Конечно, есть. Это как с доставками суши. Угадал с прикормом, называется. Ну, помимо прикорма еще существует различная куча эссенций. Они различных также вкусов, там, сливы, ананасы и прочие. Как это применяется на практике? То есть мы что должны с ней сделать? На практике, то есть вы берете... Фруктовый салат, видимо. Фруктовый салат, который вы подобрали, замешиваете туда эссенцию, допустим, там по холодной воде могут специи хорошо работать, то есть она прям перцем пахнет, эта прикормка. Вы замешиваете ее, делаете нужной консистенцией, и в зависимости от того, на что вы рыбачите, потому что прикормку ее можно применять как маховое удилище элементарное, фидерное ловля, матчевое удилище. Фидерное ловля, то есть эта прикормка должна... Вот кормушка вы доставляете, чтобы прикармливать на поплывочную удочку, чтобы она у вас комкалась, комок был, и, опять же, кого мылоем. Нужна инертная прикормка, которая лежала на дне, мы делаем более плотные комки, более такую вязкую прикормку и забрасываем. Если нужно, чтобы она гизерила, то есть она была активной прикормкой, соответственно, более рыхлой, для того, чтобы вот только он долетел, об воду разбился, и у вас упал на дно, и начался эффект гизер. Ну да, целый процесс, да, целая наука. Вот это как раз те самые жидкие ароматизаторы. Нет, это не те самые жидкие ароматизаторы. Эти ароматизаторы, когда мы уже на насадку их брызгаем. То есть хотим активизировать клев, нам не нравится, как у нас клюет. Мы экспериментируем. То есть на того же карася там по теплой воде хорошо работает земляника, карась, укроп. Ты представляешь, что укроп, сверника. Я знаю, что представила. Когда ты приходишь, особенно если ты еще пока не профессиональный рыбак, ты приходишь как раз в профессиональный магазин, там же наверняка вот эти бесконечные полки, многообразие. Да, там много всего. А как там выбирать, на цену ориентироваться? Даже если ты более-менее понимаешь, какая рыба, какой водоем, но ценовой диапазон и разновидности, наверняка их много. Я вижу, что бренды тут разные. Значит, конкуренция и брендовая тоже есть. Конечно. То есть, смотрите, вся прикормка, она на самом деле строится, основой ее идет либо сухарь, либо бисквит. То есть от кондитерских производств остается там бисквит, который там не продался, или специально делается, его перемалывают, делают определенные фракции. Чем дороже прикормка, тем больше там используется бисквита и других различных, там, конопли, льна, других семян. Чем она дешевле, тем это ближе к сухарю. То есть на самом деле прикормку можно, я не агитирую, ее можно вообще не покупать. Можно дома также купить, пойти в магазин обычных манировочных сухарей, только без специй, без всего, сварить пшенки, добавить туда, там, замешать, и у вас может получиться еще большее чудо. Ну, многие так и делали, да, в деревнях-то, когда любительская ловля вот эта-то, там как раз-то такая прикормка используется. Это для того, чтобы было удобно, в первую очередь. Игорь, у вас будут скоро соревнования. Давайте о тех спортивных событиях кратко расскажем людям, может быть, кто-то еще успеет присоединиться. На самом деле, лето у нас очень насыщенное соревнованиями. В июне месяцы уже прошли, о них особо смысла нет говорить, разве что о детских. В первые выходные июня на Баканской продойке первый раз проводили первенство города среди юношей детей. То есть, там, от 11 до 17 лет. Классно. Да, то есть, это вообще первый раз в истории Красноярска. Детские соревнования мы, опять же, повторим. Они у нас будут проходить 18-19 августа на мясокомбинате первенство Октябрьского района. И в этот же день по поплавочной дисциплине будем проводить чемпионат города Красноярска по поплавочной дисциплине. Самое ближайшее мероприятие, которое у нас есть, это кубок города Красноярска по фидерной ловле. Он будет проходить в Дубинино, на Бершинском водохранилище. Это 8-9 июля. И в это же время будет проходить кубок Красноярского края по спиннингу с лодок. Он при себе что имеет на фидерных соревнованиях. Это элементарно фидерное удилище с кормушками на спиннинг с лодок, лодку спиннинг. Я думаю, что это уже такие нюансы, о которых люди будут узнавать непосредственно перед соревнованиями. Игорь Гультяев, президент Федерации рыболовного спорта Красноярского края был у нас в гостях. Спасибо большое за эту беседу. Вам хорошего улова.